МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира в студии Дима Рубин. В этом выпуске понятие «русский мир» может появиться в Конституции. Русские центры по всему миру отметили широкую Масленицу. В Москве состоялся творческий вечер поэта-песенника Марины Бурлаковой. А теперь более подробно об этих и других новостях. Владимир Путин поддержал предложение руководителя Комитета Госдумы по образованию и науке, председателя правления Фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова по поправкам в Конституцию. 26 февраля состоялась очередная встреча президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Российской Федерации. Выступая на встрече глава Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления Фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов предложил идеи трех поправок в Конституцию. В статью 67 прим записать, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую фрагду, не допускает фальсификацию историю умаления значения подвига народа при защите Отечества. Также парламентарий предложил в статью 79 Конституции включить ценность и принципы российской внешней политики. Поддержание и укрепление международного мира и безопасности, обеспечение мирного сосуществования государств и народов. Крайне важно зафиксировать принцип невмешательства во внутренние дела государства, поскольку от этого зависят и другие конституционные принципы, принцип суверенитета и принцип демократии, потому что демократия – это возможность осуществлять волю своего народа, а не чью-то чужую волю. И, конечно, защита общечеловеческих ценностей, тех ценностей, которые впитали в себя мудрость многих поколений людей, принадлежащих к разным верованиям и впитавшие в себя основные морально-этические императивы, аксиомы, которые следуют во всех странах мира. Третье предложение председателя Комитета Госдумы касается русского мира, защиты прав и интересов наших соотечественников, проживающих за рубежом. За пределами Российской Федерации существует огромный русский мир, который может говорить даже на разных языках, не быть русским. Конечно, защита прав, свобод наших соотечественников, где бы они ни проживали, в далеком Уругуае или на близком Донбассе – все это должно быть обязанностью нашей государства. И, конечно, исключительно важно обеспечивать защиту их интересов и сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять вот это духовное единство русского мира. Вместе с нашими соотечественниками, вместе с русским миром мы гораздо сильнее. Спасибо. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Комитета Госдумы по образованию и науке председателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова и отметил их важность. Спасибо большое. Я внимательно посмотрел на Ваше предложение. Что касается недопущения фальсификации истории, то я сам об этом много раз говорил. Если Вы считаете необходимым и возможным в том виде, в котором Вы предлагаете это сделать, думаю, вполне будет уместно обратить на это внимание и на историческую правду, и на недопустимость фальсификации истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества – всё чрезвычайно важно, всё ляжет в копилку общественного сознания, пойдёт на благо страны, безусловно. Но по поводу того, что кто-то хочет украсить у нас победу, попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин так кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развивался? Этого никто не забудет. Но попытки такие предпринимаются, это правда. Попытки, исходя из сегодняшней конъюнктуры, а то, что мы должны активно этому противостоять, это тоже правда. И будет уместно это им так аккуратно отразить и в основном законе страны. Поддержка соотечественников тоже считаю важным, важным элементом. У нас много действительно людей наших, которые за границей проживают, и действительно, Вы правы, я же сам в этом многократно мог убедиться, там неважно уже какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача и защищать их, и поддерживать с ними связи правильно. И спасибо Вам за это предложение. Накануне русские центры, открытые фондом «Русский мир», отметили древний праздник весны – масленицу. Как прошли народные гуляния в разных странах мира, смотрите в нашем следующем сюжете. Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием тепла весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были чучелы масленицы, забавы, катание на санях, гуляния и, конечно же, блины. Они символизируют солнце. Для кого-то праздник связан с весельем и массовыми гуляниями. Это, безусловно, повод собраться вместе, а кто-то видит в ней один из этапов подготовки к Великому посту, который начался у православных христиан 2 марта, сразу после масленичных гуляний. В Подмосковье прошла литературная встреча Елены Федоровой «Вселенская поэзия». Подробнее об этом в материале нашего корреспондента Полины Прокопенко. Поэзия высокого полета. В прошлом стюардесса, сейчас заслуженная поэтесса и писательница Елена Федорова, обладательница множества литературных премий и наград, уже традиционно проводит современные поэтические встречи в спектакле. Главная особенность театра Елены Федоровой – это то, что зритель никогда заранее не знает о том, как будет развиваться действо на сцене. Многие стихотворения исполняются под музыку. Удивительно, что текст считается автором, но строгие будто плывут под мелодию и создается ощущение, что это единая музыкальная композиция. Последний из спектаклей «Вселенская поэзия» встретил гостей теплыми и душевными мотивами о вечной любви и красоте. Все это ведущие и, можно сказать, идеологические темы творчества Елены Федоровой. Как признается сама поэтесса, ее миссия – нести людям любовь к прекрасному и вечному. Театр Елены Федоровой, то есть это театрализация. У нас сегодня такое маленькое литературное кафе, а так это большая сцена, большой зал. У нас танцевальные коллективы принимают участие, и дети выступают. То есть обширное такое хочется говорить о том, что все мы созданы по подобию Бога, и в каждом из нас есть божественная частица, и каждый из нас – нечто особенное. Мы особенные все. И вот об этом хочется говорить через поэзию, через прозу, через взаимоотношения людей, через изменения людей, которые происходят. Еще одним украшением спектакля «Вселенская поэзия» стали картины художницы Марты Синклер. Ее проект «Движение чувств» – это полет фантазии и мечты. Зритель решает для себя сам, что отражают причудливые формы и изгибы художественных композиций. У меня была презентация картины «Движение чувств». Она как раз сегодня тоже была представлена на нашем спектакле. И Елена Федорова была приглашена в галерею, где была презентация этой картины. Она вдохновилась моей картиной, написала стихи и пригласила участвовать в спектакле. Мы очень похожи, потому что поэт, он же свои чувства передает с помощью ручки. И холстом у него является тетрадь, лист пустой, чистый. И также у художника у него является холст и кисти. И для нас, для творческих людей, рука – это и есть мост между сердцем и холстом. Литературные встречи Елены Федоровой проводятся уже более 20 лет. За это время писательница воплотила большое количество своих идей и испробовала самые разные форматы. Но на достигнутом Елена останавливаться даже не думает. Приятные сюрпризы для своих читателей и поклонников творчества только впереди. Полина Прокопенко, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». В зеркальном зале Москонцерта на Пушечной состоялся творческий вечер поэта-песенника Марины Бурлаковой «Сердце на струнах рояля». Погрузилась в творческую атмосферу моя коллега Евгения Фахурдинова. Поэзия Марины Бурлаковой – это невероятная гамма чувств и эмоций. Ее песни касаются души и оставляют яркое послевкусие. Об этом говорят поклонники ее творчества, ценители тонкой словесности. Главная тема ее стихотворений – любовь. Несмотря на свое мягкое и нежное творчество, Марина ведет активную социальную и культурную жизнь. Сегодня она член Союза писателей России и Интернационального союза писателей, драматургов и журналистов. Состоит в Международной академии русской словесности. Сегодня будут звучать все мои стихи, которые прошли через мое сердце, через мою душу. То есть это мое сердце. Они будут звучать сегодня в песнях. В песнях. А следовательно, мое сердце лежит на струнах. Вот таким образом и получилось название «Сердце на струнах рояля». Но будет звучать и музыка, премьера будет песни, которая тоже называется «Сердце на струнах рояля». Вот. Так что вот поэтому ожидаю, что должен быть аншлаг. Билеты все раскуплены. И, в общем-то, настроение у всех артистов прекрасное. На концерте прозвучали песни автора в живом исполнении на музыку современных композиторов России. Песенный репертуар Марины обширный и многогранный. От народных мотивов до латиноамериканских ритмов. От джаза до романцев. От лирических до популярных песен. Вечер был насыщенным благодаря приглашенным артистам, друзьям и коллегам автора. Они исполнили композиции на стихи Марины Бурлаковой. Сегодня мне выпала честь исполнить произведение Марины, музыка и слова Марины Бурлаковой, аранжировка Ли Маттисон. Песня называется «Я, сынок, все прочел по глазам». Когда я в первый раз услышал эту песню, когда мне прислали, я ее послушал и понял, что это прям попадание стопроцентное. Музыка и слова настолько совместились вместе. И мне кажется, эта песня должна выстрелить. Рано или поздно, сегодня или не сегодня, сегодня будет премьера. Песня очень добрая, очень написана. Песня прожита, то есть в нее вложена душа, ну а я постараюсь вложить в нее свою душу. В концерте приняли участие народная артистка России Надежда Крыгина, заслуженные артисты России Любовь Белогорцева, Валентина Сабанцева, Олег Каледин, Лидия Ерохина, а также лауреаты международных конкурсов и композиторы. Вы знаете, на своем веку очень много повидало разных композиторов, разных поэтов. Но вот когда я познакомилась с поэзией Марины Бурлаковой, я непременно решила спеть ее произведение. Марина Бурлакова тонко и понятно передает поэтическое восприятие мира через свое творчество. Большая любовь к музыке и России чувствуется в каждой строке ее песен и находит отклик у всех, кто хотя бы раз услышал этот гармоничный симбиоз слов и музыки. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев, специально для телеканала «Русский мир». Накануне в Русском центре Таджикского национального университета состоялся мастер-класс на тему «Перевод как фактор литературного влияния» на примере произведений Чехова. Подробнее об этом в репортаже нашего народного корреспондента Михриниса Нагзибековой. В рамках мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, в Русском центре Таджикского национального университета состоялся мастер-класс профессора кафедры печати факультета журналистики Таджикского национального университета Джамшета Садулаева на тему «Перевод как фактор литературного влияния для студентов переводческих отделений». Организаторами мероприятия выступили Русский центр, факультет русской филологии и общество дружбы Таджикистан-Россия. Мастер-класс был посвящен сравнительному анализу таджикских переводов произведений Чехова. Профессор Садулаев отметил, что работа над переводами произведений Чехова стала для таджикских писателей школой подлинного мастерства. Затем профессор ответил на вопросы студентов по качеству перевода произведения Антона Павловича на таджикский язык и привел многочисленные примеры как хорошего, так и некачественного перевода. В связи с этим он призвал студентов-переводчиков читать много художественной литературы, особенно рассказы Чехова. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова